Утро доброе! Утро доброе! Здравствуйте! Сегодня 11 мая, четверг. В студии, как всегда, Ян и Елена. Ты знаешь, сегодня по дороге на работу подумала, что вот в солнечные и теплые дни как хорошо было бы, если бы наша студия была на природе, на открытом воздухе. Представляешь, как бы проводим выпуск и пикник одновременно. А подумала я об этом не случайно, ведь сегодня день любви к природе. И на свежем воздухе лучше всего думается о жизни и о твоей роли в ней. А подумав о жизни, можно и позавтракать, тем более сегодня еще один смешной праздник. День ешь все, что хочешь. И что же твоя душа желает? Ты знаешь, я бы сейчас не отказался от паннакоты. Так, полезный в кавычках завтрак с утра, да? Ну, почему с утра? Я сладкоежка, я готов есть это хоть на завтрак, хоть на обед, хоть на ужин. Понятно, паннакоты на завтрак, обед и ужин. Только потом, думаю, надо избавиться от калорий. Например, сделать зарядку. После тройной паннакоты она точно нужна. Всем доброе утро. Сегодня у нас зарядка с полотенчиком. Да, кто еще не пошел в ванную, берите полотенце в руки и начинайте тренироваться с нами. Берем обычное полотенце для рук. И мы берем руки чуть шире плеч и поднимаем руки наверх и тянем назад, при этом чувствуя растяжение грудных мышц. Опускайте вниз, немного расслабьтесь, делайте вдох и на выдохе еще раз вверх. Да, как раз, если вдруг кто-то... Подходящее упражнение, чтобы так пробудиться, почувствовать... Потянуться. Легкость. Да, вдох. И еще один раз давайте сделаем. Старайтесь не задерживать дыхание. Хорошо, опустили вниз. Следующее упражнение мы поднимаем вверх руки и у нас наклоны вправо-влево. Сначала в одну сторону тянемся. Почувствуйте вытяжение в боковом отделе. Поднялись и также в другую сторону. Да, угу. В одну сторону. Да, мы удобно сидим у себя на стуле. Хорошо. Поднимаем себе настроение вместе с нами. И последний раз в сторону. Хорошо, опускаем. Следующее упражнение мы потянем немного наш трицепс. Что мы делаем? Мы берем в одну руку полотенце. Сгибаем предплечье из-за головы. Второй рукой берем за полотенце и тянем на себя. Да? Да. Ага. Спина при этом ровная. Если вам очень легко, можно, как я, убрать полотенце и сделать вот такой замочек. Да. А можно сделать, как я. Кому не очень легко. Да, да, да. У вас есть всегда опция немного полегче, посложнее. Хорошо. Опустили. Встряхнули руки. И давайте повторим все то же самое с другой руки. Вдох. И нападите. Это у нас упражнение направленное на? На трицепс. На трицепс. Да. Трицепс. Вот. Мелкая мышца. Старайтесь при этом держать ровную осанку. Смотреть прямо. Дышать свободно. Хорошо. Молодцы. Отлично. Следующее упражнение у нас на плечевой отдел и подвижность лопаток. На вытянутые руки полотенчика сожмите лопатки и потяните предплечье вниз до максимального сокращения в точке между лопаток. Почувствуйте, как лопатки соединяются вместе и максимально растягиваются вверх. Еще два. И последний. Видишь? Да. И предлагаю немного потянуться. Поднимаем сначала правое колено. Берем полотенце. Доправляем грудную клетку вперед. И потяните грудной отдел и немного ягодиц. Покажу вам. Вот в таком положении. Спина ровная. И прям направьте грудную клетку вперед. И затем поменяйте ноги, сделайте вдох и выдох. Упражнение направлено на раскрытие грудной клетки, на растяжение мышц ягодиц. Хорошо. Ну что ж, это была легкая тренировка. Можно было бы сказать, но нет. Мы немножко напряглись. Это можно делать даже в офисе. Вы сидите, вспомнили, потренировались вместе с нами. Не пропускайте тренировки. Всем бодрого дня. 11 мая 1916 года Альберт Эйнштейн представил научному сообществу свою теорию относительности. Ну а скажи, а что сделал ты? Поймала так поймала. После того, как ты... После Эйнштейна, да. После Эйнштейна, да, что он сделал, говорить о своих делах, по-моему, просто неудобно. Зато я продолжу и расскажу о делах других талантливых людей в этот день. В 2019 году в городе Франкфурт-на-Майне незрячий казахстанец Мустафин Абылай стал гран-чемпионом Международной Олимпиады по ментальной арифметике, в которой приняли участие свыше 500 участников и учеников школ со всего мира. Он начал обучение ментальной арифметике только в 2018 году и за короткий период, всего лишь 8 месяцев, сумел достичь превосходства на международном уровне. Абылаю было 11 лет, и он учился в третьем классе, когда достиг таких успехов. Вот это талант, да, несмотря ни на какие сложности. Уверен, что у него крепкая детская психика, раз смог преодолеть волнение и добиться такого блестящего результата. А ведь сегодня, 11 мая, день детского психического здоровья. Ну, очень важный праздник. Взрослым бы часто помнить, что все закладывается в детстве. И знания. И комплексы, которые, к сожалению, взрослые навязывают детям. Да, поэтому взрослые должны помнить о том, что с детьми нужно быть очень аккуратными. В их воспитании согласны? Главное любить. Да, главное любить. А еще в 2019 году в Палаце Дона Даль Розе в Венеции торжественно открылась выставка ритмы казахской степи Государственного музея искусств имени Костеева. Экспозицию составили из 20 графических произведений выдающихся казахских художников второй половины 20 века. И если продолжать говорить о художниках, то в этот день, 11 мая 1904 года, родился Сальвадор Дали. Ну, многие знают его картины, например, «Постоянство времени». Это та картина, где часы, ну, вернее, циферблат как бы стекает, да? Да, да, точно. Это именно эта картина. Красивая картина, согласись. Красивая, да, но она заставляет подумать, задуматься. Вот, давайте помнить, как ценное время для каждого из нас. А мы продолжаем. Лена, помнишь, мы недавно с тобой говорили об отключении горячей воды в Караганде? Да, еще мы говорили про конкурс. Да, мы обещали узнать подробности конкурса и рассказать нашим телезрителям. Все верно. Так вот они, условия конкурса. И они, в принципе, довольно просты. Нужно сочинить стихотворение, любое. Но чтобы в нем были слова «Горячая вода», «Титан», «Водонагреватель», «Эргономика». Отправить стихотворение на радио «Жана.ФМ» и как бы радио. Да, и стихотворение можно присылать хоть каждый день, ведь конкурс действует до 2 июня. Стихотворения, которые получат больше всего лайков в Инстаграме и радио, будут участвовать в ежедневном розыгрыше призов. Ну, а по итогу всего розыгрыша есть шанс выиграть главный ценный приз. И раз мы вернулись к теме «Титанов», то можно поговорить об этом более подробно. Между прочим, «Титаны» бывают совершенно разными. Внешне, под разный интерьер и разные нужды. И по форме разные, и по объему. Нюансов оказывается очень много. И подробнее об этом расскажет Дарья Чеканина. Завершением отопительного сезона обеспечение потребителей горячей водой становится существенной проблемой. Торговые дома предлагают широкий выбор водонагревателей и их альтернатив. «Титаны» различаются своими производителями. Самые качественные, разумеется, европейских изготовителей. «Титаны проточного типа есть накопительного типа. Проточные, они сразу выдают горячую воду. Накопительные вам приходится ждать. У нас большой объем накопительных «Титанов», но также присутствуют и проточные». Многообразие выбора – бойлеры косвенного нагрева. Они подключаются к котлу, используя тепло отопительной связи. Летом работают как титан, а в отопительный сезон снабжают горячей водой автоматически. Консультант более подробно расскажет о работе проточного водонагревателя. «Теперь я покажу, как работает проточный водонагреватель в процессе его работы. Вот, допустим, идет доросход воды. Мы говорим, где-то на металле вода снова будет горячей. Но в проточном водонагревателе все данные, литров воды, расход электричества, входящий в прохладную воду, все указывается на экране». Уникальным моментом является наличие титана, в корпус которых произведен из нержавеющей стали, что называется гарант качества и долговечности. В зависимости от эксплуатации водонагреватели различны по объему. Титаны, хвалившиеся большим, до 200, 300 и 500 литров, предназначены в основном для промышленных нужд. Для использования в быту водонагревателей соответствующего размера. «Титаны маленького объема, скажем так, 10-15 литров, они устанавливаются для кухни. Маленький объем достаточный. 10-15 литров, и даже с вами маленькие 8 литров титанов». Говоря о внешнем виде, титаны различной формой. Бывают цилиндрическими, прямоугольными. Сотрудники торговых организаций смогут проконсультировать и подобрать бойлер нужного объема, формата и для любой эксплуатации. Поговорим о звездах? Так, а о чем именно? Ну, о том, как им живется. Да, думаю, прекрасно им живется. Ходят себе по красной дорожке, сверкают. Ты прямо угадала мои мысли. Я хотел поговорить именно об этих звездах. Вот потому что в этот день, 11 мая, основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар». А я слышала, что Уолл Дисней является абсолютным рекордсменом по номинации на «Оскар». Он был номинирован 59 раз и 22 раза получил статуэтку. 59 раз. Ему не стало скучно выходить последние 58-59 раз получать статуэтку? А нет, он получил и 22 раза. Это 59 раз был номинирован. То есть 21-22 раз, наверное, уже со скупой выходил. Когда оно надоело уже? Да. Наверное, он уже брал старые-старые тексты в первых своих получениях «Оскара». Слово «Благодарность». Слово «Благодарность», да. Зачем уже 22-й раз? Ну зачем придумывать что-то новое? Вот это настоящая звезда, как и звезды на небе. Многие прислушивались к советам основателя компании «Дисней». Может быть, стоит прислушаться к советам звезд в нашем гороскопе? Подумаем над этим. Сегодня овны должны ощутить эмоциональный подъем. Тревоги последних дней отпустят, и вы сможете спокойно заниматься текущими делами. Ваш оптимизм и вера в будущее должны стать для других оплотом в трудной ситуации. Поделитесь своим опытом с окружающими. Сегодня тельцы ощутят потребность стать хозяином своей жизни и не тратить время на пустые занятия. Деятельность тельцов сегодня будет носить общественно полезный характер. Многие будут обращаться к вам за помощью. У близнецов скоро появится несколько предложений об интересных поездках. Это не обязательно может быть связано с отдыхом. Но новое место внесет в вашу жизнь необходимые впечатления. Сейчас на вашем пути могут возникнуть некоторые трудности. Раком сегодня стоит больше отдыхать. Это позволит вам приобрести необходимые впечатления и зарядиться энергией. Сейчас на вашем пути все благосклонно и легко. Постарайтесь зарядиться оптимизмом и сохранить его как можно дольше. Недоумение львов впоследствии возникновения неприятных ситуаций в общении с друзьями вполне оправдано. Но сейчас не нужно искать виноватых. Предоставьте времени расставить все по своим местам. Отбросьте все сомнения и начинайте строить отношения заново. Длительные поездки – это то, что сейчас необходимо девам, чтобы отдохнуть от всего, что давит в привычной обстановке. Настало время навести порядок в своем окружении. Прекратите контакты с людьми, которые изводят вас негативной информацией. Не занимайтесь спортом на пределе сил. Сегодня весам большие физические нагрузки опасны. Не огорчайтесь, если с самого утра вашим планам не суждено будет сбыться. Значит, в другой сфере вам обязательно повезет. Если у скорпионов внезапно появится желание сменить место жительства, возможно, это станет отличным решением. Открывайте для себя новые границы возможностей. Не нужно зацикливаться на чем-то одном. Звезды советуют вам ступить на дорогу перемен. Трудолюбие стрельцов будет обязательно вознаграждено. Остается только набраться терпения и ждать. Люди творческих профессий сегодня могут получить новые предложения о работе. Главное здесь правильно – согласовать график, чтобы в вашей деятельности все шло по плану. Уже с утра козерогам могут испортить настроение. Поссорившись с близкими людьми, вы нескоро сможете достигнуть внутренней гармонии. Звезды обещают, что этот конфликт продлится недолго. Поэтому, когда накал страстей спадет, вы должны быть готовы к исправлению ситуации. Скоро круг друзей у водолеев значительно расширится. Не позволяйте людям использовать вашу доброту и открытость в корыстных целях. Если почувствуете фальшивые нотки в речи собеседника, старайтесь быстрее закончить разговор. Забота о близких должна занимать рыб больше всего. Сейчас родные, как никогда, нуждаются в вашей помощи. Ваши сердечные отношения и доброта станут утешением для многих. Ну и вы – получите удовлетворение от общения. Послушали гороскопы, теперь можно обсудить наши крылатки, как мы их так ласково называем. Да, крылатые выражения и пословицы имели подчас совершенно иное значение, чем сейчас. Вот, например, давай узнаем. Ты как подготовился прям? Конечно, я заранее выбрал крылатку. Потому что мне нравится очень эта поговорка «Кто старое помянет, тому глаз вон». Ну, все слышали эту поговорку. Ну, конечно, известно. Но мало кто знает ее продолжение. Звучит целиком поговорка так. «Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба». Ну и смысл уже не столь однозначный, да? Абсолютно согласен, конечно. Говорить о чем-то плохом в прошлом, может, и не стоит, да? Но забывать само прошлое тоже не очень хорошо. Ты знаешь, есть еще одна очень известная мудрая фраза. Она звучит так. «Кто забудет прошлое, тот осужден повторить его вновь». Ну, хорошие слова, взятые из жизни, да? Теперь ты тяни. Моя очередь и мое выражение. Я тоже подготовилась, да? «У страха глаза велики». Тоже знакомая, в принципе, нам всем фраза. Ну что ж, полностью звучит так. «У страха глаза велики, да ничего не видят». Ну, это, в принципе, вполне логично. Потому что, когда мы боимся, хоть у нас и глаза широко открыты, но из-за того, что... Ничего не видят. Да, да. Ну, страх управляет. Да, мы абсолютно. То есть нас просто захватывают эмоции, и мы не можем логически успокоиться и подумать, да? То есть из-за чего страх, как с ним бороться. Вот что здесь самое главное? Мне кажется, самое главное – это научиться преодолевать страх. Ты как считаешь? Ну, конечно, управлять своим страхом. Вообще управлять своими эмоциями очень полезно. Ну, а мы продолжаем. В Китае его называли обезьяним персиком. Все из-за волосатой кожицы. Своё название плод получил в Новой Зеландии в честь птички, очень похожий на этот необычный фрукт. Как думаешь, о каком фрукте идет речь? Ну, предположу, ты и говоришь о киве. Верно. Ну и вот несколько интересных фактов. Примерно 80 лет назад киви был невкусным и только благодаря экспериментам новозеландских фермеров он стал таким, как сейчас, в меру кислым, сочным и приятным на вкус. Плод растет на Алиане и на 84% состоит из воды. Из-за этого его свойства и низкокалорийности его очень любят добавлять в различные диеты. О том, чем полезен этот фрукт, узнаем прямо сейчас. Киви – это не только экзотический фрукт с поразительным вкусом, но и кладезь питательных веществ, среди которых фолиевая кислота, калий, витамин К, витамин Е и многие другие. Киви – рекордсмен по наличию витамина С. Он уступил пальму первенства только черной смородине. Всего в 100 граммах свежего киви содержится 4-х кратная суточная потребность человека в витамине С. Он укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудными заболеваниями. Также при употреблении киви наблюдается разжижение крови, а значит риск тромбозов будет меньше. Калий в составе этих плодов снижает кровяное давление, контролируя гипертонию. Киви полезен не только для питания. Воздействие органических кислот из киви на кожу таково, что пигментация становится меньше, а сама кожа подтягивается. Уменьшаются морщины и шелушения. Однако киви очень сильный аллерген для некоторых людей, включая детей и беременных. Этот фрукт лучше не давать маленьким детям и включать в рацион в более позднем возрасте и очень аккуратно. Также фрукт содержит много кислот, которые могут вызвать дерматит и повредить зубную маль. Киви обычно едят в свежем виде. Для этого даже имеются специальные ложечки. Тонко нарезанными ломтиками украшают пирожные и салаты. Из киви и крыжовника варят конфитюр, а в Италии даже готовят с этим фруктом пиццу. Мясные блюда с киви отличаются особой нежностью. А вот мариновать мясо с кусочками киви следует не дольше часа, иначе мясо растворится. Как Моцарт шутил над скрипачами? Кто написал голландскую Мону Лизу? И где построен самый большой в мире собор из красного кирпича? Об этом и многом другом в культурном коде. Одну из наиболее известных картин нидерландского художника Яна Вермеера часто называют «Северной» или «Голландской» Моной Лизой. О картине мало что известно. Она не датирована, имя изображенной девушки неизвестно. В 2003 году под наименному роману Трейси Шевалье был снят художественный фильм «Девушка с жемчужной сережкой», в котором гипотетически восстановлена история создания полотна в контексте биографии и семейной жизни Вермеера. Эдгар Дега был большим поклонником балета. Его называют художником-балерин. Произведения «Голубые танцовщицы» относятся к позднему периоду творчества Дега, когда его зрение ослабело, и он стал работать большими цветовыми пятнами, придавая первостепенное значение декоративной организации поверхности картины. Поселок Лесорубов, который дружно обустраивали на субботнике герои фильма «Девчата», был возведен в овраге рядом с Мосфильмом. А производственные сцены снимались в реальных условиях – в настоящем леспромхозе в Пермском крае. Местные специалисты учили актеров водить трактора и валить деревья. Николай Рыбников так увлекся новым освоенным делом, что в свободное от съемок время помогал лесорубам выполнять план. Название фильма «Ужасов. Кошмар на улице Вязов» является отсылкой к судьбе Джона Кеннеди, который был убит в Далласе именно на улице Вязов, хотя в остальном сюжет фильма с погибшим президентом никак не связан. Среди приписываемых Моцарту произведений есть необычный дуэт для двух скрипок. Музыканты должны встать друг к другу лицом и положить страничку с нотами между собой. Каждая скрипка играет свою партию, но обе партии записаны на одной и той же странице. Скрипачи начинают читать ноты с разных концов листа, затем встречаются в середине и снова удаляются друг от друга. А в целом получается очень красивая мелодия. Кафедральный собор Сен-Сисиль во французском Альбии внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство растянулось на 200 лет. Его длина – 113,5 метров, ширина – 35 метров, высота башни-колокольни – 78. На сегодня с гордостью он носит звание самого большого в мире собора, построенного из красного кирпича. Кроме того, вопреки модному в те времена в северной части Франции архитектурному стилю пламенеющая готика, епископ Бернарде Кастане решает возвести собор в Альбе в стиле южной готики, для которой свойственны строгость и монументальность экстерьера. Узкие окна, более похожие на бойницы, мощные контрфорсы и минимализм внешнего декора. К бесценным сокровищницам собора Сен-Сисиль также относится и великолепный орган. Вот мы с тобой почти в каждом выпуске приглашаем наших телезрителей сделать зарядку. А вот я подумал, как много людей ходит в тренажерный зал. Ты знаешь, сейчас очень много людей ходят, вообще занимаются спортом. Ты занимаешься, я постоянно хожу на пилатес. Ну а что нам вообще спор дает? Какие ощущения? Ну вот лично для меня это ощущение тонуса. Это от того, что организм постоянно испытывает, пусть и небольшой, но стресс, да, когда мы занимаемся. В хорошем смысле этого слова, да. И, соответственно, он находится, организм в боевой готовности. То есть он в заряде. Плюс к этому это сила мышц. Да и в принципе, если говорить даже не о внешнем виде, Ну согласись, приятно, когда рядом с тобой любимый человек, который выглядит очень красиво, подтянуто, опрятно. Ну да, согласна, конечно. Приятно рядом идти с любимым мужчиной, который спортивный, сильный. Ты сейчас говоришь о своем муже? Да. Ну а я тебе скажу, что и мужчина тоже самое может сказать, что когда с ним рядом подтянутая стройная женщина, девушка, это всегда приятно. Так вот, Дарья Чеканина узнала у жителей нашего города, кто и как занимается фитнесом. И много ли таких людей? Посмотрим. Умеренные физические нагрузки в регулярных условиях творят чудеса. Они помогают справиться со стрессом, укрепляют иммунитет и вдобавок одаривают красивыми внешними данными. Посещают ли карагандинцы фитнес-центры? Давайте узнаем. Хожу в тренажерный зал. Когда-то занимался. Огромное значение имеет спорт в моей жизни. Раньше ходил в спортзал, а сейчас времени нет. Занимаюсь танцами с 4 лет. Уже как, 14 лет будет. И вот, потом сажу в зал. Сам тренируюсь иногда, вот с товарищами в спортзал иногда хожу. Я хожу каждый день в спортзал. Но раньше было для цели, сейчас для себя. Для своего здоровья. Я просто с детства занимался. Большое время боксом. А так, поддерживаю здоровье свое. Нет какой цели? Нет, цель просто быть здоровой в здоровом теле. С тренером, с тренером, да. Конечно, ну, каждый человек, который хочет заниматься спортом, для начала я бы всем посоветовала начать с тренерства. С тренером, ну, это как-то чужой человек, я его не знаю, как-то пугает меня немного. С тренером. Вот рядом подружка занималась с тренером, ее тренер мне подсказывала. Вначале я тренировался с тренером полгода, потом сам. Нужно начинать занятия с тренером, он подскажет все, он направит вас в нужное русло. У многих людей нет понимания даже базовых каких-то упражнений, поэтому однозначно да. Да, конечно. В первую очередь надо слушать тренера, потому что у него больше опыта, чем у тебя. Ну, такое простенькое, но физически. Поприседать, поотжиматься, поподтягиваться. Хожу в колледж каждый день. На этом все. Ну, 30-минутная примерно разминка, неделю там 2-3 раза. От 6 тысяч до 12 тысяч шагов я могу еще с пацанами в футбол погонить. Там отжимания, там 10 где-то, там приседания штук 50-100. Отжимания, пресса, обычная гимнастика. Это все зависит от желания. Если человек хочет, то он добьется этого. Верно, нет возможности, нет денег заниматься спортом. Достаточно мотивации, наверное, собственной. То есть все ищут ее извне. Большинство вопросов нет желания к этому заниматься каким-либо спортом. Все зависит только от желания. Не пейте, не курите, занимайтесь спортом, и все у вас будет хорошо. Главное, чтобы время найти, найти хороший спортзал и начать ходить. Это ваше будущее. Будете спортом заниматься, дольше поживете. Надо просто перебороть себя, встать с кровати и делать то, что тебе нравится. Порой у людей не хватает сил, времени, средств на занятия спортом. И это не отговорки, а реальность жизни. Но если человек имеет определенную цель в спорте, он ее достигнет, вне зависимости от внешних обстоятельств. Сейчас задам тебе вопрос, на который, я думаю, ты однозначно, уверенно не ответишь. Попробуй. Ну и так, внимание, вопрос. Знатокам. Да. Какой формы у тебя лицо? Форма твоего лица? Ну, на самом деле, отвечу. Ну, овальная. Ну, уж по крайней мере, точно не квадратная. И не круглая. Потому что как у робота квадратная. Нет, нет. А к чему такой вопрос? Уверен, конечно. Ну, от этого зависит макияж. То есть, для каждого лица, для каждой формы лица свой определенный макияж. Ну, и есть секреты, да? А как узнать эти секреты? Какое у тебя лицо? Мерить линейкой и вычислять число пи? Да вообще, на самом деле, нет. Достаточно для начала просто посмотреть нашу рубрику, где Евгения Грибонос подробно расскажет об этом. Давай посмотрим. Утро доброе! Рада вас приветствовать. И сегодня мы поговорим об овале лица. Не просто так мы сегодня обратимся к золотому сечению. Его еще создал Леонардо да Винчи. Чтобы понять, какой же у вас овал лица, нужно подойти к зеркалу, измерить примерную длину высоты вашего лица. То есть, это от зоны роста волос до подбородка. И ширина лица. Ширина лица у нас является самая широчайшая зона от скулы до скулы. Если у вас соотношение идет один к одному, что ширина, что высота. Допустим, 10 на 10, то у вас лицо квадратное, либо круглое. Если у вас высота 20 см, ширина 10 см, это лицо прямоугольное. Если у вас высота лица, допустим, 15 см, а ширина 10 см, оно является у вас идеальным. Потому что по сечению Леонардо да Винчи соотношение 1 к 1,5 является идеальным. Также к идеальному овалу лица можно присоединить еще и треугольное лицо. Потому что она скрадывается за счет волос и идет на вытяжение. Почему сегодня я говорю об овалах лица? У каждого овала лица есть свои нюансы. Круглое и квадратное лицо маленькое. И оно статичное. У него нет динамики. Соответственно, чтобы притянуть к идеальному овала лицу, нужно немножечко его вытягивать. Прямоугольное лицо, оно динамичное и оно удлиняется. И, соответственно, чтобы немножечко его расширить и сделать овал более округлым, мягким и не таким длинным, его нужно укорачивать. С треугольной формой лица все очень просто. Широкий треугольник скрывается за счет прически. И, соответственно, можно просто очень легенько затемнить и оно станет овальным. Прекрасного вам дня, хорошего настроения. Пусть у вас все будет замечательно. И помните, что ваши глаза сияют счастьем. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Пора на сегодня сказать до свидания. Ну и точно не говорить прощай. Всего доброго вам. Пусть сегодня будет еще один хороший день. До встречи завтра в 7 утра. Пока-пока. Ты знаешь, ты мне когда задала вопрос по поводу формы лица. Ага. Да, ты меня почти поймала, потому что, когда смотришь в свое зеркало, ну, как бы, ну, вроде как бы круглое. А потом, когда сравниваешь с другими лицами... Не круглое. Уже не круглое, да. Ну, на самом деле, нормально, да. Потому что не то, что там парни, да, и девушки бывают проблемы с этим. Ну, не все понимают. Не... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...